Обычно в середине июня ивановские клумбы цветут пышным цветом, но только не в этом году. Планы подрядчиков сбила холодная погода и проливные дожди. Например, в арт-сквере до сих пор стоят отцветшие тюльпаны, хотя в прошлом году, в десятых числах июня, их уже не было. Высадить однолетники, убрать эти цветы до сих пор не позволяла погода. В областном центре 35 цветников, плюс по несколько клумб в каждом сквере. В этом году было решено озеленить кольцо автовокзала. Условия там для цветов тяжелые, поэтому высадят самые неприхотливые растения – бархатцы. Работы будут завершены до конца недели. Красивым рисунком высадили цветы и на главной городской клумбе – шестиугольники перед город-администрацией. Погода, она с одной стороны мешает нам тем, что, естественно, неудобно сажать в дождь и в холод, но она помогает тем, что цветы приживаются быстрее. Для них, потому что, когда сыро и влажно, для них, естественно, это хорошо. Самые распространенные растения в городских цветниках – петуния, виола, сальвия, бегония. Реже встречаются колиус и вербена. Ландшафтные дизайнеры стараются подобрать растения по цветовой гамме и приживаемости друг с другом. Свои требования диктует и муниципальный заказчик – мэрия. В администрации города Иваново проводятся работы по цветочному оформлению города на площади более 1000 квадратных метров. И на данной цели выделяются порядка 5 миллионов рублей. Цветение тюльпанов не столь продолжительное. Сейчас как раз идет замена отсветших тюльпанов на летние однолетники, такие как синерария, бегония, сальвия. Контракт по озеленению предполагает также уход за растениями, регулярную пополку, полив не реже двух раз в неделю, внесение удобрений. Если жителям цветы настолько понравились, что клумбу они разорили, саженцы-подрядчик обязан высадить снова за свой счет. Граждане относятся не всегда бережно. В целом и общем, в принципе, даже в этом году по тюльпанам я даже удивился, что после дня города у нас что-то осталось живое в клумбах. Вот, поэтому вроде как в этом году намного лучше, чем в прошлом, ну, что касается тюльпанов. А по поводу однолетников, ну, бывают, конечно, инциденты, когда и рассада там уходит из клумб. Ну, хотелось бы, чтобы в этом году, конечно, этого не было. Аномально холодный сезон сместил планы по озеленению примерно на месяц. Завершить высадку однолетников подрядчик обещает в течение двух ближайших недель, при любой погоде, даже если пойдет снег. Мария Измирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.